Всем привет! Всех отритет на канале. И в этом ролике я вам покажу, какие изменения здесь произошли в полюдаре буквально вчера вечером. Также покажу свою акватепличку в пластиковом контейнере. Покажу, как там себя чувствуют растения за 6 месяцев, как они подросли или нет. Также покажу кое-что интересное на разводе, что у меня сейчас происходит. В общем, расскажу сейчас все по порядку. Начну, пожалуй, с полюдаре. Как видите, он сильно изменился. Еще в прошлом видеоролике он выглядел по-другому, а именно его надводная часть выглядела по-другому. Здесь было всего лишь пару крупных камней, и здесь было большинство коряк. Однако сейчас вот здесь вот огромная стена из камней. Вот, посмотрите, какая красивая стена. Здесь мха стала немного поменьше коряк, а вот камней стало побольше. Вот водопадик как выглядит сверху, сбоку. Очень красивый водопадик. Я, в принципе, там почистил фильтр, и, как видите, водопадик снова работает очень сильно, мощно. И это он работает сейчас на минимальной мощности. А тогда он на максимальной мощности не мог поднять свой столб воды даже на 5 сантиметров. Вот, посмотрите, на эту стенку получше. Она довольно большая. Между камней я поместил мох. Я думаю, он скоро закроет все камни где-то через месяц. Ну, а вот, посмотрите, на эти коряки они полностью пустые. И, кстати, из-за того, что я их сначала вынул из воды, а потом обратно поместил спустя полтора часа, они покрылись такими трещинами. Как видите, здесь на этих коряках есть небольшие трещины. Но я думаю, вскоре я туда посажу мох, буквально, наверное, через день. И они там уже будут, в принципе, красивые, и не будет видно этих трещин. Вот такой вот красивый пульдариум. Рыбки плавают. Кстати, один кусь канубиса мне пришлось выбросить из подводной части, потому что он просто начал гнить. Он вот там находился под фильтром, даже вот за тем камнем. Если то, что ему было слишком темно, он начал там гнить, и у него практически все листья просто пожелтели. Я бы не стал уже никуда пересаживать, как он просто бы не стал расти. У него просто точка роста вся сгнила. Я бы решил просто выбросить. Но вот с остальными кустами, как видите, все хорошо. Они очень активно растут. Ну, а сейчас я вам покажу свою акватепличку в пластиковом контейнере. Вот мой пластиковый контейнер с аквариумными растениями в воздушной форме. У меня всего три контейнера. Но сейчас я вам покажу только один, потому что эти два контейнера. Другие у меня они на продажу. И там растения растут у меня на продажу. В принципе, там ничего интересного нет. Там такие же самые растения, только нет анублисов и криптокориды. Там есть, кстати, еще Людвигия Рубин. Ну, а сейчас я покажу самый крупный контейнер. И здесь почему-то растения растут хуже всего. В маленьких контейнерах я стригаю растения каждые две недели на продажу. Довольно большими порциями. Но вот здесь вот растения очень плохо растут. Вот столько растений здесь нарастут за месяц где-то. Может быть, даже чуть больше времени прошло с последней стрижки. Вот это вот анублис меня порадовал. Очень хорошо там в контейнере. Я его случайно разломил где-то, наверное, около месяца назад. Вот он дал вот детку еще одну. Вот эту вот. Вот эту вот детку новую. Криптокориды также довольно хорошо растет. Вот она даже тут размножилась. Вот тут был один куст изначально. А вот видно два куста идет. Не знаю, как она в воздушной форме начала размножаться. Наверное, так же, как и в водной. Просто черенок отпустила вбок. И, видимо, куст начал расти. Растения здесь более-менее хорошо себя чувствуют. И я их хочу не оставлять в этом контейнере. И на продажу тоже не буду их отдавать. Я их посажу весной в акватеплицу. Уже, в принципе, второй день весны. Но, я думаю, где-то в начале мая мы создадим большую акватеплицу. Больше даже, чем в прошлом году, которая была у нас. И туда мы посадим все вот эти вот растения. Наверное, даже анублис посадим. Но, наверное, в бассейн. Попробую сделать бассейн в этом году еще. Но такие вот красивые растения. А сейчас я вам покажу своих стомиков в ниже стовичке. И вот эти стомики у меня сейчас находятся в ниже стовичке. Это стомики коридороса и штырба. Я их уже сажал в этот ниже стовичок, наверное, около двух месяцев назад. Они не листились в этой ниже стовичке. И даже получилось мне поднять три малька. Но потом в третьей погиб, осталось только два. Было икры изначально очень много. Но потом руки просто поели икру. И вот я решил спустя два месяца их снова отсадить в отдельный аквариум. Они уже не листились в общем аквариум несколько раз. Между нерестами, наверное, раза два или три. Но вот мне удалось их снова посадить в ниже стовичок. Не знаю, что получится. Они уже два дня селят. Я их посадил 28 февраля. И, к сожалению, еще ни один сумик не отнерестился. Не знаю, с чем это связано. Вроде бы температуру я понизил. Я их кормил заранее, наверное, за две недели. Живыми кормами, даже живыми рачками артыми. Я их кормил замороженным матерем, кормил гранулами. Но пока никакого результата нет. Но санец, вижу, преследует самку по вечерам. Я их также в этом рачке начал уже подкармливать. Сегодня утром живыми рачками артыми. Надеюсь, они отнерестятся. Если я что-то делаю неправильно, то подскажите мне в комментариях, что нужно делать, чтобы эти сумики все-таки отнерестились. Так как я хочу получить от них нормальное потомство. Не два сумика, а хотя бы штучек 20-30, чтобы была нормальная стайка. И потом часть пойдет на продажу. А часть сумиков просто мне пойдет на производ. Так как у меня вот эти два сумика остались взрослые. Все остальные погибли. А изначально у меня их было 10. Но еще в соседнем аквариуме у меня есть тут два сумика. Но их очень мало. Поэтому хочу еще себе выводочек оставить на производ. И также сегодня, 1 марта, моему каналу вспомнился ровно год. Ровно год прошел с того момента, как я выложил свое первое видео. И прошел ровно год с того момента, как я вообще создал свой канал. Довольно неплохие показатели получились на моем канале за этот год. Более 100 тысяч просмотров на моем канале уже. Почти 1400 подписчиков. Почти 8 тысяч часов просмотров. И очень хорошие показатели были, особенно в этом году, с начала января, на меня подписалось больше 700 человек. Также было больше 70 тысяч просмотров. Это очень хорошо. Значит, мои ролики кому-то нравятся. Спасибо, что вы комментируете. Спасибо, что ставите лайки и подписываетесь на канал. В будущем вас ждут новые ролики. И как только у меня сомики отнесутся в коридорстве Штерба, я тоже постараюсь снять об этом ролик. Постараюсь снять ролик про развитие личинки. Как она развивается. Как я выводок буду переливать в аквариум побольше. В общем, будет много чего интересного. Смотрите мои ролики и не пропускайте ни один из моих роликов. И вот такое довольно короткое видео у нас сегодня получилось. Я вам показал свой пыльдарь. Я вам показал, что в нем изменилось. Я уже не знаю, в какой раз переделываю его. Переставляю камни, переставляю коряги. У меня постоянно фильтры почему-то сбиваются. В этот раз вообще ротор почему-то выскочил. И как-то криво качал воду. В общем, я устал уже его постоянно переделать. Постоянно передвигать камни и коряги. Возможно, в будущем я просто фильтр заменю. Так как вся проблема постоянно кроется в фильтре. Он постоянно почему-то работает то слишком сильно. И вода очень сильно разбивает грунт. И камни из этого падают вниз в воду. Либо он слишком слабо работает. И просто мох пыльдарами в верхних частях коряков. Он просто высыхает. Постараюсь в ближайшее время заменить фильтр на туманный генератор. Либо на фильтр большей мощности. Но не знаю, поместит ли он туда или нет. Потому что даже и этот фильтр очень плохо туда помещается. И мне приходится сюда заливать большое количество воды. Больше, чем можно из этого растения. Немного подгнивают внизу. В общем, не знаю, что я буду делать. Потом попозже подумаю. Может быть, вы мне подскажете. Также в этом видеоролике я вам сказал, что мой канал исполнился ровно год. Спасибо всем за то, что смотрите мой канал. За то, что подписываетесь. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за подписки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok